Развал СССР, такой державы, это очень плохо, это сделал, раньше, татар монгольский, монголик, монголо-татарская ига, ордынская ига, опять. Салем до стар, на канале реакция на видео под названием «Монголо-татарская ига» и «Ложь в российских школах» Евгений Понасенков. Без лишних слов, приступаем к просмотру. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой Бусти, все ссылки в описании. Ехала! Так, ну что, интересно, что ж тут будет. Интересно было бы услышать о вашем видении татаро-монгольского ига. В российских учебниках даже о таком давнем прошлом рассказывают предвзято через призму госзаказа. Ну-ка, ну-ка. Ну, российские учебники — это и есть госзаказ, я вам открою страшную тайну. В любой стране. А мнение татар монгольского ига или ига про учебники, что там. Да, ваши взгляды, ваше видение, ваше мнение. На учебники или на все ига? На само, на ига. Ну и само ига, это, конечно, не в стриме, надо делать отдельный ролик. И большой ролик ига был большим. Как его ни называй, может другой термин придумать, но так иначе это очень длительный громоздкий процесс. Что касается... Столетия, да? Игорь и учебников. Видите ли, какая история. Такого вообще в мире есть похоже, но подобного нету. Нет. Подобного нет. Нету слова нету, но хотя оно есть такое слово. Дело в том, что перед проститутками, которыми является значительная часть бюджетников, которым поручают создание оболванивания студентов и школьников учебниками, так называемые, стоит сложная задача. Она стояла в 19 веке, в 20 веке. И вот режим тоже ставит сегодня. Как, прежде всего, одновременно... Вот смотрите, внимание, здесь за руками нас лезть. Как одновременно показать того же Невского Александра невероятным... Вот он герой. Ну просто не то, что герой, а вообще святой. И в то же время, вот прямо вот в то же время он давит в крови русские восстания против... Иго. Дальше. Вот, посмотрите, вообще вот это потрясающе. Мы должны показать, что мы духовнее всего Запада, вместе взятого, лучше духовнее. При этом сказать, что из-за этого Иго мы дико отстали в развитии. Оно вот очень нам помешало. Но мы не отстаем от них ни в чем. Несмотря ни на что, да? То есть, на несколько веков оно нам мешало, и мы отставали. Но мы ни в чем не отстаем. И даже лучше мы, чем те, кто в это время развивались. И во время Иго все было очень плохо, потому что нам захватчики наземные мешали. Все было плохо. Но на самом деле все было хорошо, вот культура развивалась. Она, конечно, никак не развивалась, потому что никакой культуры тогда не было нормальной. А потом по окончании Иго итальянцы стали строить какие-то у нас отдельные помещения. И хоть что-то как-то и появилось зачатки культуры, которая сейчас превратилась в початки. Вот. То же самое. Это не объяснить нормальному человеку. То же самое надо объяснить как-то вот в учебниках. Вот есть крепостное право страшное. Там утюги прикладывали к крестьянам, распродавали отдельно дочку, отдельно сына, отдельно отца и мать. Просто распродавали поодиночке. И ну ужас. Ну просто кошмар. И вот восстания постоянные. И те Болотников, и Пугачев, и друг друга резали. Потом, в 12-м году неожиданно, на несколько месяцев все друг друга стали обожать. Рабы и хозяева. Понимать, что на разных языках говорили, неважно. Как это? Хотя это ложь. Ничего не было, а гражданская война. 1812 год, имею в виду. А потом снова, сразу военные поселения, Семеновский полк, восстание декабрисов. Сразу. И такая катастрофа, что уже поздно отменять капостановое право. И уже когда отменили, сразу убили царя. Представляете, вот это как-то тоже надо связать все. Вот это так солгать нужно детям и студентам. Так солгать. А как ты солгать? Ну только надо совсем, чтобы они... Их надо сделать тотально идиотами. Поэтому их обманывают в школе. Потом в институте. Во всех, так сказать, праздниках. Наглядная агитация. То есть надо обманывать тотально. И просто, чтобы все жандармы, все закончики были направлены на обман. И на удушение свободы. Блин, смело говорить, смело. Потом думаешь, ну хорошо. Надо же как-то в учебниках еще 20 век. Ага, развал СССР, такой державы. Это очень плохо. Это сделал Запад, развалил СССР. Да. Но создал СССР кто? И создали иностранные агенты, которых Запад, Германия, Ленин, Троцкий, пломбированный вагон послали в Россию. Так. То есть иностранные эти агенты нерусские создали Советский Союз. Сами же развалили. Они не то что плохие. Они плохие, но они очень хорошие. Наши. Потому что наши. И они создали... Вот они сделали страшные. Они убили... Российскую империю страшно сделали. А когда убили монстра, который вот этот монстр, этого очень плохо. В 91-м году оказалось, что это очень плохо. Понимаете? Это абсолютно не... Для Панасенко у вас Советский Союз монстр давно имеют в виду. Это не встроит в сознание. Это противоречит уж или одно, или другое. Но школьников, студентов с самого детства делают идиотами с раздвоением личности. Либо просто даже не раздвоение, там нет даже личности. Им запрещают думать. Им говорят готовые вот эти трафаретные формулы. И они повторяют это бредятину. Это как Бородино. Победа. Под Бородино. А как, минуточку здесь. Дропанули до Москвы. Сожгли в Москве собственных раненых. Бежали до Тарутина. Потом бежали уже после Малоярославства до Плотняных заводов. Это же какая победа. Так и здесь. Но трафаретно вставили. Дальше. Вот тоже это в учебниках. Как? Она же объяснить. Так. Вот Гитлер-то плохой, но уж не просто плохой. Это главный. Такой преступник. Ну просто преступник. Главное, что он гладеет человечества. Убивал русских людей. Игрей в Шалин. Он убивал больше русских людей. Но... А он не преступник. Понимаете? Хотя он убивал больше людей. Почему? Потому что он как бы наш. Ничего себе наш. То есть, получается, какой-то там бандит из грузинского села – это наш. А аквалерист из австрийского городка – это не наш. Вот тут надо... А царь немецкий, полностью немецкий – это наш. В общем, банда Сталина убила немецкого царя. Нашего. Наш. Ши. Ши-жи. Ши-жи. Наши-жи. Вот такая ши-за, понимаете? Наши-жи, которые потом стали... В общем, наши всегда... Черт ногу сломит. Сколько они друг друга не убивали, не резали русский народ, вот им можно. И это основная ублюдочная задача политических проституток, которых... Неправильно, что история – это наука, но просто есть... Смело, конечно, да. Внутри этой науки есть предатели, есть плохие люди. Я прям удивляюсь, почему он до сих пор не иностранный агент. После подобных высказываний, как бы тут явно найдутся немало, власть держащих, кому такие слова могут не понравиться. Есть продажные, но это так есть и среди биологов. Так есть такие и среди генетиков. И была сталинская антигенетика, да, и генетика была продажной девкой. Все же это было. А что, этого нет среди микробиологов? А что этого, так сказать, нет среди других? А что, посмотрите, это всегда есть. Просто где-то процент больше-меньше. У нас, да, мы, как очень важные для режима историки, к сожалению, вот на переднем крае кого пугают, кого покупают и прочее. Почему нельзя инкорпорироваться в эту среду? Потому что там будут уничтожать, заставлять лгать. Там будут в этой внутри среды это и заставлять влгать. Вот я сейчас перечислил. Потому что из населения нужно сделать обдолбанных дебилов, чтобы они дальше дохли за любых бандитов, которые здесь захватили власть и назвали себя родиной. Они просто прихватизировали, как сказать, вот захватили понятие родины. Вот, пожалуйста, вам все объяснил. Что касается татаро-монгольской иго, монголо-татарская иго, ордынская иго. Опять, ой, это, как всегда, проблема и термины. Всего термин вообще монголо-татарской иго появился так, его внутри русских княжеств не называли. Это термин по 16-18 веку. Он пришел от ученых, действительно от ученых, от польских исследователей. И это логично. И не обязательно, чтобы, кстати, термин появлялся сразу. Он отчасти правильный, потому что действительно были вассально-ленные отношения, экономическая, воинская, налоговая всяческая зависимость. Все это, так сказать, было действительно. И да, можно назвать это вот таким подчинением, можно назвать и поэтично-игом. Пожалуйста, можно назвать. Важный вопрос, значит, как это отразилось? Конечно, безусловно, отразилось страшно, катастрофически. Ну, что это законсервировало... 300 лет, да? ...развитие всех процессов, прежде всего культурных. Это просто была консервация. С другой стороны, мы знаем из... Хорошо, что не уничтожение. Научно понимаем, что там, где больше хищников, там, где сильнее трение, сопротивление, там как бы появляется более устойчивый вид. Ну, вот появилось... Закалка. Другое, от трения, хищническое... В закалках. Ну, княжество, образование, такой элемент московской княжества, да? От этого, в том числе, надо было хитрить, изворачиваться, бороться. Из-за игры, да? Так или иначе. Историки часто забывают о естественных вот таких вот, понимаете, науках, в том числе и биологии, прочей эволюции. Я-то всегда обо всем помню. Вот здесь такой элемент есть, безусловно, да? Но если мы говорим про культуру, про естественное развитие, оно было фактически во многом прервано. Мы были отлучены от той цивилизации, которой мы провинциально принадлежали, то есть европейской. Да, очень провинциально, но мы принадлежали безусловно. Мы это наши прапрапредки, потому что я считаю, что, ну, нельзя, Российская Федерация, это не Российская Империя, Российская Империя, это не маленькое княжество, понимаете? Это разные все-таки совершенно наполнения. Вот. Но это я не хочу сейчас все выдавать, потому что я вам скажу, какую точку зрения, или мнение, или факт, оно будет вне неподдержанной базы серьезной, да? Это надо как минимум ролик, как лучше книжку. Ну, что-то у меня в пред... вот глава, предыстория, откуда вообще, как появился этот вот монстр Российской Империи, в первой главе у меня есть. Немножко про это, как бы предыстория, почему, как бы, противостояние России и Запада. Там это есть, если хотите, вот. Ну, примерно вот такой вот ответ. А про учебники я вам объяснил, какие задачи ставят перед политическими проститутками хозяева. Вот так, дальше. Да, ребята, это, конечно, было... Это, конечно, было очень смело, очень прямо так... Откровенно. Насколько я знаю, Панасенков, он в России, он никакой не иностранный агент. Ну, блин, как я уже сказал, это прям... Такое сказать, как бы, в эфире, все это в интернете, в открытом доступе. Да, я поначалу думал, что из названия видео, что татарам монголо-татарская ига, это ложь, и его не было. Я думал, он сейчас это будет рассказывать. А нет, все-таки оно, оказывается, было и немало, да, как вот 300 лет оно так и было. Но, в целом, типа, все не так, как нам преподают в учебниках, потому что политическая повестка, как говорится, это главнее всего, да, нежели реальная история, по словам Панасенкова. Но он вроде бы историк, кстати, ребят. Как бы он себя эпатажно не вел, я знаю, в Казахстане его не любят, из-за его высказаний против Димаша, но это понятно, для чего он делал. Он просто хайпил, просто так или иначе о нем лишний раз кто-то узнал. И даже плохая репутация, это тоже репутация. Я так понимаю, он этим руководствовался, когда нелицеприятно высказывался про Димаша Кудайбергена, ну и, по-моему, еще про кого-то он говорил. А то, что он историк, по-моему, он историк. Но, опять же, ребят, я никакой не специалист по историкам, да. По крайней мере, он себя так называет. Может быть, это вообще всего лишь его какой-то больной бред и вымысел, а может быть и правда. Тут история, конечно, такая штука. Что нам напишут, что нам расскажут в учебниках, да. То, как бы, народ и впитывает, как губка со школьной скамьи. Да, конечно, очень прямо заставляет задуматься этот ролик. В общем, пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу моей реакции, по поводу всего здесь увиденного и услышанного. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Бусти. На этом все. Всем пока. Удачи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!